В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. 20-е Харитоновские чтения. В Сарове открылась межрегиональная научная конференция старшеклассников. 75-летию Великой Победы посвящается. Военно-историческое общество 1945-й готовит для саровчан интересные мероприятия. Дикторы и звукооператоры со школьной скамьи. 13 февраля отмечают Всемирный день радио. Далее расскажем обо всем подробно. Поддержать одаренных детей и увлечь школьников в мир научных исследований. В Сарове состоялось открытие 20-х юбилейных школьных харитоновских чтений. Межрегиональная научная конференция старшеклассников собрала делегации из разных городов нашей страны. Юбилейные харитоновские чтения собрали старшеклассников из 21 города нашей страны. Все они приехали в Саров, чтобы представить свои проекты на конкурсе исследовательских работ и Олимпиаде «Будущие исследователи. Будущее науки». Каждому из вас я желаю успеха. И успеха не только признания ваших заслуг в освещении тех или иных вопросов, но и успехов для того, чтобы вы имели возможность познакомиться. А здесь представлена почти вся география нашей страны. Олимпиада будет проходить по шести предметам. В рамках конкурса жюри рассмотрит более 140 исследовательских работ. Глеб Горькая второй раз принимает участие в харитоновских чтениях. В прошлом году его проект занял третье место. В этот раз юный инженер намерен улучшить свой результат. Выступаю я в секции информатика и представляю устройства мобильной навигации для ориентации в пространство, где невозможно использовать традиционные методы, как GPS, либо какие-то радиосигналы. Анна Мальтишевская приехала в Саров из Санкт-Петербурга. Вместе с ней из северной столицы прибыли еще 10 человек, чтобы представить свои проекты по математике, физике и химии. Анна впервые участвует в харитоновских чтениях. Со своей исследовательской работой она будет выступать в секции физика. Девушка считает, что подобные конференции полезны для развития коммуникативных способностей. Лично для меня просто рассказывать публично что-то – это очень большой страх, и поэтому я хотела бы его преодолеть. Оценивать исследовательские работы будут научные сотрудники ядерного центра и преподаватели ведущих вузов страны. Некоторые из них приезжают на харитоновские чтения на всем протяжении их истории и отмечают уникальность этой школьной конференции. Опыт показывает, что подобных вообще не существует школьных конференций. Это масштаб, это замыслы. Ведущие ученые страны читают детям лекции рядом с их докладами школьными. Это не только производит впечатление, но это расширяет кругозоры школьников и нас. За 20 лет я получила просто энциклопедические знания. По итогам конкурса жюри определит лауреатов и победителей юбилейной конференции. Наиболее интересные доклады эксперты выберут для пленарных выступлений. Елена Горцкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Это и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. Другим новостям. В России проходит декларационная кампания. До 30 апреля гражданам нужно отчитаться о полученных в прошлом году доходах. НДФЛ, как правило, удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию. Налоговые инспекции напоминают саровчанам о необходимости отчитаться о своих доходах. Речь идет о подаче декларации 3 НДФЛ. Гражданам нужно отчитаться о доходах за 2019 год, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц. К таким доходам относятся доходы, полученные от продажи имущества, например, квартир, домов, земли, включая переуступку прав. Если вы владели данным имущества менее минимального срока, то есть 5 лет, то вам необходимо подать декларацию. К таким доходам относят и продажи автомобиля, гаража или нового имущества, если человек владел им менее трех лет. При получении в дар недвижимого имущества или транспорта, акций, также необходимо подать налоговую декларацию. Декларация также подается при получении выигрыша в лотерею или получении подарков. Данной декларацией по форме 3 НДФЛ необходимо подать до 30 апреля 2020 года. Те, кто предоставляет налоговую декларацию для того, чтобы получить социальный или имущественный налоговый вычет, могут сделать это в течение всего года. Заполнить налоговую декларацию можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы или при личном обращении в инспекцию или МФЦ. Сам налог нужно заплатить до 15 июля. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Крупнейший ресторан «Клуб Сарова» поздравляет с самым романтичным праздником в году Днем всех влюбленных. И приглашает провести незабываемый вечер пятницы в компании дорогих сердца людей. Насладиться великолепным вокалом известной саровской певицы. Изысканными блюдами от шеф-повара и напитками из обновленной винной карты. В подарок саровчанам «Прайм» подготовила концерт Татьяны Варуниной. Начало 14 февраля в 19 часов. Вход свободный для лиц старше 12 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России готовят гаражную амнистию. По последним данным в стране насчитывается около 3,5 миллионов незарегистрированных гаражей. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могут официально оформить строение. В Министерстве экономического развития предложили ввести особый механизм оформления прав на земельные участки, где находятся гаражи. Владельцу достаточно будет просто доказать, что на протяжении длительного времени он добросовестно пользовался постройкой. Это могут быть квитанции о членских взносах гаражный кооператив, документы технической инвентаризации и ряд других бумаг. Если правительство одобрит инициативу, гаражная амнистия начнется уже в следующем году. 17 марта в Сарове пройдет отборочный этап детского проекта «Нуклеар Кидс». Всем желающим предстоит пройти собеседование, в ходе которого нужно будет показать свое умение в области вокала, хореографии и актерского мастерства. Дополнительные навыки и таланты только приветствуются. Отправить заявку на участие в «Нуклеар Кидс» можно до 27 февраля. Более подробная информация о проекте на официальном сайте www.newkids.ru В субботу, 15 февраля, хоккейный клуб «Саров» в рамках чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги примет на своем льду команду «Сеченова». Начало матча в 13 часов. Канал «16» будет вести прямую трансляцию встречи на нашем канале в Ютубе и группе ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Три месяца осталось до празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Подготовка идет полным ходом во всех организациях. Военно-историческое общество 1945 готовит для саровчан комплекс мероприятий. Главным из них станет очередная реконструкция военных событий. Подробности в следующем репортаже. 9 мая в Сарове пройдет 10-я юбилейная реконструкция, посвященная 75-летию победы. Участники военно-исторического общества 1945 готовят для саровчан приятные сюрпризы. В том числе фестиваль, на который приедут более 170 реконструкторов со всей России. Мы удивлены, конечно, но тем не менее и очень рады тому, что нас знают люди и готовы к нам сюда поехать и посмотреть, и поучаствовать в нашей реконструкции. По словам Алексея Морозова, сценарий празднования 75-летия Победы у них созрел еще в прошлом мае. События реконструкции развернутся в Берлине весной 1945-го. Понадобятся нам все-таки жители немецкого города, то есть даже не столько солдаты, сколько там фолькштурм были, там были дети, были женщины, которые просто передвигались из мест, ну там беженцы тоже самое. Вот такая вот будет история связана с этим. Также саровчан ждет шоу-программа со стрелковым оружием. Горожане смогут пройти военную полосу препятствий, сфотографироваться у военной техники и посмотреть, что носили в 40-е и 50-е годы. Фишечки мы тут сделали, опять же, два интересных экземпляра. Будут участвовать они в раздаче напитков и еще сладостей кое-каких. Опять же, не буду пока называть, что это такое, но увидят там, кто придет, то увидят, как это будет выглядеть. Традиционно в реконструкции примут участие и военные самолеты. Также саровчан будет ждать еще один масштабный сюрприз. Его Алексей Морозов решил пока оставить в тайне, но уверил, что такого в городе еще не было. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В таких условиях умудряются быстро наладить вещание школьного радио. Алгоритму своих действий они знают наизусть. Оба уже несколько лет отвечают за настройку радийной аппаратуры. Начинаем все подключать. Сначала пилот, несколько розеток. Несем колонки, подключаем микшер. Нам нужен еще ноутбук для музыки. Все это подключаем, проверяем. Если что-то не работает, исправляем. В школьном радио все как в настоящем. Техника должна качественно передавать звук. Пока одни настраивают эфир, другие готовятся к записям. Кирилл Новикевич, Олеся Ильина и Юлия Бурова – одни из тех, чьи голос слышат ученики 20-й школы в информационных передачах. Ребята ответственно подходят к выполнению обязанностей диктора. Чтобы провести передачу, радиопередачу, нужно перед этим подготовить свою дикцию. Потому что если у тебя будет каша во рту, никто ничего не поймет. Для отработки четкости произношения ребята используют скороговорки и простейшие упражнения для артикуляции. Я думаю, что сейчас получится. Эти ребята неспроста взялись за работу на школьном радио. Старшеклассники входят в состав молодежной инициативной группы, а точнее в ее пресс-службу. В нее входят дети активные, умеющие разговаривать, общаться с людьми. И они, соответственно, проводят единые информационные дни на школу. Тематика разная. Все зависит от каких-то знаменательных дат, каких-то праздников. Радиоузел в 20-й школе был всегда. За пультом по настройке звука в разные годы работали десятки учеников. Еще больше старшеклассников обучились дикторским навыкам. Как и много лет до этого, сегодняшние ведущие сообщают ребятам о новостях, ведут развлекательные передачи. В праздники школьные радисты передают в эфире приветы и музыкальные поздравления. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. 81% россиян на сегодняшний день активно пользуются интернетом. Такие данные приводят в Российские центры исследования общественного мнения. В основном во всемирной паутине люди общаются с близкими и друзьями. 83% жителей страны узнают в интернете новости. Более 70% используют ресурсы для развлечения. Зачем интернет саровчанам, выясняла наша съемочная группа. Полезно вообще сидеть в интернете? Думаю, не очень. Все должно быть в меру. Информация там, конечно, есть полезная, но надо ограниченное количество времени сидеть в интернете. Вы знаете, я только, как говорится, у меня день рождения был, мне только подарили еще ноутбук. Я начинающийся, так сказать, вот. Стараюсь. Но еще плаваю. Будете осваивать, будете сидеть. Конечно, конечно, конечно. Это моя задача. Некогда. Ну, наверное, по меркам современного человека я все-таки пещерный. Вы предпочитаете интернету что? Ну, игры с ребенком, развивающие игры. Потом игры на свежем воздухе. Пока вот погода хорошая, можно сходить на ватрушки покататься, например. Вот. Ну, а летом это велосипед, параплан. Чего дома-то сидеть? Ну, бывает. Но не очень. А почему? Ну, ищу только нужную для меня информацию. Нет. Почему? Ну, жалко время убивать на это. Мы лучше погуляем. Ну, я в основном сижу, да. Что там вообще? Новости в основном. Спортивные новости. Обычные новости. Криминальные новости. Нет, я уроками занят. Сейчас уже в Сент-Арлесе не сижу так долго. Я уроки делаю лишние. Да, есть время. С друзьями переписываюсь. Новости читаю нашего Сарова. Все. Одноклассников. Ага. Что там полезного? Самое полезное для меня своих земляков нашел. Друзей, подруг, с кем в школе учился. Два часа, наверное, в день, может, максимум. А чем вообще полезно сидеть в интернете? Да я даже не знаю. Я так просто с друзьями пообщаться, узнать домашку и все. Выяснилось, что большинство саровчан не любят сидеть в интернете, а предпочитают выходить на улицу и дышать свежим воздухом, что не может не радовать. Для вас опрос про интернет проводили Ирина Вашегородцева и Евгения Шевцова. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.